Сегодня утром на стадионе школы номер 57 состоялось торжественное открытие турнира по мини-футболу среди детских и юношеских команд «Зеленая Буца». Шесть дворовых футбольных команд встретились на поле и в честном поединке решили, кто из них лучше. В турнире по мини-футболу «Зеленая Буца» участвовали не профессиональные, а любительские команды, дворовые или представляющие свою школу. Две команды из юго-западного района Кирова, команды школ номер 27, 40, 57 и команды из Дороничей. Тренерами были учителя физкультуры или старшие товарищи ребят. Детскому спорту мы уделяем большое внимание и завтра, может быть, кто-то из них, если не на Олимпиаду в Сочи, то на будущее соревнование, может быть, на Спартакеаду в Казань или на Спартакеаду любые, которые у нас будут проводить, поедем. Еще до начала турнира ребята были возбуждены. Они переоделись в настоящую футбольную форму. Сюрприз от организаторов состязания. Форма стала утешительным призом для проигравших и приятным дополнением к дипломам и медалям для призеров. У нас же проводятся еще и городские соревнования, поэтому лучшая команда, которая в Ленинском районе победит, мы для них будем тоже подвигать дальше, устраивая соревнования. Зеленые бусы должны получить развитие не только на территории района, но и на территории всего города. Организаторы надеются, что с каждым турниром число команд, желающих доказать свое первенство, будет все больше и больше. Виктория Волкова, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Добавим, что победителем турнира по мини-футболу среди детских и юношеских команд «Зеленые бутсы» стала команда из Дороничей. Добавим, что победителем турнира по мини-футболу среди детских и юношеских команд «Зеленые бутсы»